всем привет с вами дмитрий русул в этом видео хотел бы ответить на часто задаваемый вопрос по лоджику от наших подписчиков как добавлять свои пресет паки в встроенные инструменты ложек так чтобы они отображались вот здесь в меню здесь ничего сложного нет я думаю что это видео будет таким достаточно коротким но так или иначе тема такая важная для многих посмотрите я вот нажимаю на factory default я буду показывать это на примере синтезатор есть 2 но это касается любых плагинов то есть не только есть два процесса один и тот же то есть если вот нажать сюда на factory default то есть список пресетов вот у нас есть внизу представлены базовые встроенные в лоджик скачиваемые как через additional content пресеты до для из 2 но вот если вы заметите у меня есть еще такая дополнительная библиотека диджей rex такая здесь есть дополнительные пресеты и вот у многих вопрос что нужно сделать чтобы собственно это вот сторонняя пресетная библиотека которая у меня хранится на жестком диске показалось вот здесь можно было прямо через с 2 быстренько отсюда ее списка загружать то есть не занимаясь вот тем что постоянно нажимать на лод загружать где-то искать ее на жестком диске оттуда по одному пресету каждый раз кликать и загружать что конечно же не так удобно чем здесь быстро в списке нужный пресет выбрать на самом деле ничего сложного в этом нет нужно знать просто такую папку скажем так волшебную она находится вот по такому адресу то есть macintosh hd но это ваш системный диск ваш пользователь тут папка музыка в ней audio music apps в ней плагин settings это у всех есть если у вас установлен лоджик у вас автоматически эти все папки создаются там есть папка есть 2 и вот в эту папку есть два мы кладем все библиотеки сейчас мне здесь лежит только одна здесь можно хоть 10 и 20 сколько угодно они просто должны быть каждый в своей папке то есть как-то назовите если у вас какие-то есть отдельные пресеты просто сами по себе создайте для них дополнительную какую-нибудь папку и в них загрузить какие-то еще пресеты вот здесь они все хранятся вот эти пресеты и то есть сюда мы просто закидываем это же самое касается других всех плагинов здесь вот мы видим что здесь присутствует все установленные плагины которые поддерживают эту функцию внешних пресетов скажем так то есть меня например они все как правило пустые у меня нигде нет никаких сторонних пеков я только вот сюда сейчас для записи этого видео просто добавил вот эту стороннюю пресет библиотеку чтобы просто показать как это в принципе легко делается то есть если у вас есть какие-то пресет пеки если вы являясь нашим подписчикам получили от нас какие-то пресет пеки то они вот таким вот простым образом сюда как бы кладутся в эти папки соответствующий нужным инструментом то здесь главное не запутаться то есть обязательно в нужный инструмент из 2 мы кладем пресеты для из 2 это же самое касается остальных плагинов и собственно перезапускаем logic чтобы он приз перезапуске просканировал ваши вот эти пользовательскую папку вашу и у вас в нужном инструменте или в нужном плагине появится вот так же как я здесь показал в отдельном вот таком вот меню отделенным у вас появится список или вот один как в данном случае список вот этих вот пресет банков и в каждом из них уже будут конкретные пресеты вот ну то есть ничего сложного нет просто эту папку еще раз запомните путь то есть музыка именно вашим вашим пользователя музыка audi music apps plugin settings там выбирайте нужный вам плагин или инструмент и туда папкой кладете уже сэм эти пресеты которые уже находятся в самой папке то есть прям по папкам здесь создаете такую иерархию и все это будет быстренько отображаться очень удобно вот здесь в этом выпадающем списке ну чтож и думаю что максимально исчерпывающий ответил здесь ничего сложного нет никаких подводных камней нет а если будут какие-то еще вопросы обязательно пишите и на самые интересные я запишу видео ответы по лоджику с вами был дмитрий урсул всем успехов в творчестве увидимся в следующих видео всем пока